Ассаляму алейкум, ребята! Мир вам! Кто не получает того, что хочет, слабый. Истинный Бог никогда не бывает слабым. Но Аллах не рождался и не был сотворен. Ни у кого нет силы, кроме Аллаха. Даже ножик не разрежет хлеб и сыр, если Аллах не захочет этого. И ты тоже не сможешь ничего сделать, если Бог этого не пожелает. Только Он один решает, как все будет в этом мире. Ни в какой другой религии, кроме ислама, нет такой веры в то, что Бог один. Религия – это во что ты веришь. По-арабски религия называется словом «дин». Наверное, ты слышал, что есть другие религии, где люди верят в другое. Но все эти религии, кроме ислама, неправильны. Ведь богов не может быть много. Только Аллах достоин поклонения. Мы сотворены для того, чтобы поклоняться. Поклоняться – это значит почитать Бога, служить Ему, как рабы. Раб – это тот, кто принадлежит своему Господину. Мы все принадлежим Аллаху. Ведь это Он нас создал. Он наш единственный хозяин и властелин. Мусульмане говорят – мы рабы Аллаха. Вся наша жизнь – это служение Ему и поклонение Ему. И не имеет смысла поклоняться кому-то другому. Ведь других богов нет и не может быть. Только Аллах достоин поклонения. Когда человек понимает, что существует Творец, перед ним встает вопрос. Я принадлежу тому, кто меня создал. Я поклоняюсь только Ему. Но что мне делать? Как мне поклоняться? Ответы на эти вопросы не могут прийти сами по себе. Как именно поклоняться и что делать, объясняют пророки. Пророки – это такие люди, которые по воле Аллаха передают нам, как правильно жить, как поклоняться, как вести себя, чтобы наш Творец был нами доволен. О пророках мы поговорим в одном из следующих выпусков. Аллах ни на что не похож. Еще очень важно понять и запомнить, что Аллах ни на что не похож. Почему? Да потому что Он не создан. Что это значит? Это значит, что Он не похож ни на человека, ни на животное, ни на какой-то предмет. У Него нет тела. Он не похож на свет и не похож на воздух. Потому что и свет, и воздух сотворены. Аллах не похож на Творение. Лучше размышлять о том, что нам под силу. Ну, например, о том, какой потрясающий мир сотворил Аллах. Он не ограничен местом. И еще у Него есть бесчисленное множество имен. Мы не знаем их все, но если ты выучишь 99 из них, то получишь огромную награду от Аллаха. Попроси взрослых, чтобы нашли тебе список имен Аллаха и помогли выучить их. Это можно сделать не сразу, а потихоньку, медленно, по одному времени в день. Ну, а теперь пришло время прощаться. До скорых встреч, друзья. Мир вам. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова